первым уважаемые друзья и дорогие коллеги мы с вами снова на канале психфарм 2 который всегда на вашей стороне благодаря нашей эмблеме нашему девиза ваших афракий мертвых разбива молодым и нашему гуру учитель психфармычу сегодня мы будем рассказывать очень важную тему что надо знать о содержании бреда очень часто в комментах пишут бред и так далее то есть люди бредом интересуются поэтому решили рассказать вот очень важные данные именно о содержании бреда в принципе что такое бред мы уже рассказывали это расстройство мышление которое характеризуется тем что она не соответствует действительности что это болезненные представления болезненные ресурсы это больной человек рассуждает и он в этих рассуждениях непоколебимо убежден и коррекция не не поддается вот что собственно говоря такой бред неверная мысль у больного человека который коррекции не поддается и больной вы полностью убежден надо вам сказать что это вот иногда очень такое определение бреда которое дал карл ясперс очень известный психиатр начала прошлого века надо вам сказать что это путает очень многих людей потому что очень часто можно принять ложные умозаключения за бред ну например известно что известный певец у меня лоза утверждает что земля плоская понятно что это неверно переубедить его абсолютно невозможно что же значит тогда больной человек что нет конечно потому что три болезни очень важно это не форма а содержание то есть важно собственно говоря что за мысли эти болезненные и эти не мысли о том что земля плоская совершенно другие идеи я сейчас о них кратко расскажу ну например при шизофрении бывает так называемая гипердофаминовые симптомы связаны с повышением активности дофаминовых геронов мезолимбической системе эти симптомы и часто сопровождаются бредом причем этот бред он совершенно необычный это бред влияние пассивности которые относятся к движением тела или конечно попросту говорят человек заявляет что его конечностями его телом управляет какая-то чуждая сила другое содержание бреда человек утверждает что его мысли не его мысли они находятся под чем-то влияние в него вкладывают какие-то мысли убирают из него какие-то мысли и еще очень важно бред воздействия которые относятся к ощущениям то есть кто-то например воздействует на него какими-то лучами он испытывает кучу различных неприятных ощущений и вот здесь очень и очень важно вот так же как есть ошибку простых людей которые думают но если человек утверждает бред например лоза то это обязательно психический здоровый человек вот у психиатров тоже есть одна ошибка связанная с определением бреда очень часто возникает такой вопрос и желание как бы задать такой вопрос а кто собственно говоря на вас влияет ну понятно да вот человек говорит вот мои мысли там кто-то вмешивается там и вот вроде бы само по себе ну надо уточнить а кто-то влияет ну и раньше вот например в пору моей молодости очень часто говорилось о том что человек находится под влиянием кгб комитета государственных сотрудников комитета государственной безопасности ну почему ну потому что тогда это была самая мощная пожалуй организация которая у всех была на слуху которая руководила многим и многим да и сейчас в общем то это тоже очень и очень серьезно организация только называется она совершенно по-другому вот очень и очень важно понимать что на самом деле здесь мы сталкиваемся с подменой понятий почему потому что для постановки диагноза важно наличие вот что воздействуют влияют отнимают мысли заставляют двигать там рукой и ногой здесь нет никакого указания кто влияет и если больной ответит там например что кгб влияет или еще что-то лет это не является диагностическим критерием это очень важно я объясню почему это очень важно потому что это очень многих психиатров почему поверьте мне я сам это наблюдал маститах и серьезных психиатров это очень и очень часто ставит в тупик значит вместо того чтобы спросить больного бывает ли у вас это же долго спрашивать бывает ли у вас такое состояние то что на вы чувствуете как на вас там кто-то влияет ваши мысли отнимают или там вкладывают или вашими движениями спрашивают на вас кгб влияет но сокращают да это абсолютно получает неверный ответ например нет кгб на меня и не влияет я например сам был свидетелем когда академик смулевич очень известный специалист по вялотекущей шизофрении изобрел собственные критерии вот тут из некоторых критерий мы сегодня об этом рассказывать не будем ну вот он как-то вел расспрос не больного которого страдает который страдал алкоголизм причем очень-очень тяжелым алкоголизм потому что у него были поражены все внутренние органы в общем жить ему оставалось не не так уж и много вот этот человек пил на три бутылки водки в день как я сейчас помню ничего спокойно рассказывал что он пил одну алкоголик он себя не считал конечно выпил бутылку водки за завтраком бутылку водки записывал бутылку водки за ужином а больше ничего не пил как он подчеркнул ну и по ходу дела нужно было его спросить алкоголика всегда надо спрашивать были ли у него психоза во время психоза бывает галлюцинации тоже бред конечно другого другого содержания не так как при шизофрении но тоже есть свои характерные особенности ну например характерно микрооптические так называемые мелкие галлюцинации то есть человеку кажется что там какие-нибудь чертики они обязательно мелкие ну и вот академик смолевич недолго думаю вместо того чтобы ну как бы задать ему вопрос более такой подробно в шин не казалось ли вам там что-то там нету сразу по чертики казались и больной совершенно честно ответил нет чертики мне не казались академик смолевич сделал конечно вывод что у этого больного психозов алкогольных небо на самом деле глубоко ошибся потому что при следующей беседе это уже был разбор который проводил я даже не помню для кого его проводил был тот же самый больной делать не было ничего я решил поразвлекаться я опять задал вопрос скажите мне пожалуйста а вы чертиков видели вот нет чертиков я не видел так сформулировал вопрос по-другому ну хорошо может быть вы видели кого-то маленького но такого же тоже неприятного который тоже вас как-то мучил да конечно я видел гномиков то есть вот что происходит если какие ошибки связаны с бредом если содержание самого бреда подменять вот этими связями а кто собственно говоря там кто кажется там или кто влияет там этого обязательно то я хотел бы обратить ваше внимание главное еще раз говорю это все-таки следование критериям все что выходит за рамки критерия вы конечно можете поинтересоваться кто влияет но еще раз говорю это не является критерием почему это очень и очень важно вот если вы сейчас зададите например вопрос о собственно говоря на вас влияет то неожиданно вы можете получить совершенно другой ответ то есть пору моей молодости например влияло кгб или потом наверное фсб я не знаю то сейчас видите вот случай такой девушка подожгла собственную квартиру вышла и качалась на качелек показывали это все по ютюбу очень такое распространенное вирусное видео я не знаю и спросили что-то в квартире я не знаю но там есть все вода электричество газ и цру то есть я так думаю что сейчас большинство наших пациентов на вопрос о том под чьим влиянием они находятся они будут отвечать под влиянием цру конечно же еще раз говорю это не относятся не является критерием критериями является ездит цру на них воздействует он вкладывает в них какие-то мысли организует там их движения воздействует на них каким-то там болезненным приором и так далее вот это критерий то все-таки еще раз говорю влияние то фсб или цру к делу не относится я думаю что если вы уж у вас есть время вы можете конечно задать такой вопрос но еще раз говорю следует акцентировать внимание именно на вот этом содержание бреда которые есть в критерии как всегда после нашего краткого сообщения я вас очень прошу пожалуйста подписывайтесь на наш канал пожалуйста комменты лайки это очень важно потому что мы распространяем разумное доброе вечное смотреть что вы узнали что глаза не является а психически больным что если влияет кгб или там цру это не является критерием критериями для это совершенно другие проявления а ведь бредом как вы понимаете интересуются все люди так что нам важно чтобы эта информация распространялся youtube очень просто устроен подписка лайком это так же будем распространять это видео хотите благодарить нас за это видео в описании найдете реквизиты счета и еще вы мы сделали для вас на специальную экспресс экспертизу вашего диагноза и лечения вы можете обратиться за этим там в описании есть как это делать все очень просто и вы получите массу информации полезной до новых встреч